всем привет сегодня у нас такая интересная темка пришел новый прицельчик и мы его будем сегодня так сказать делать как там разбоксинг разбоксинг такой будем делать значит это у нас west hunter или west hunter как кому больше нравится сейчас он немножко подорожал купили на алиэкспрессе давайте сразу пробежимся по коробочке что тут у нас ходит сам прицельчик и и и и и и Давайте сейчас мы переберемся на стрелковый рубеж. Установим нашего китаеца на нашем полку прибыла, на нашу новую сайгу и сделаем группу. Так, ну что, мы на исходном рубеже. Это наш новый владелец, нашим полку прибыла, Андрей, поприветствуй всех. Так, сейчас мы будем стрелять на 100 метров. Мишенька, вы будете видеть все это онлайн. Андрей, 4 патрона, пристегиваю магазин. Магазин из 4 патронов. Стрельба по готовности. Вы будете все это видеть, а я буду это все контролировать в подзорную трубу. Холостой выстрел предохранитель. Но вот я смотрю в бинокль, вы видите тоже, немножко выстрелы ушли левее. Но у нас поднялся очень сильный боковой ветер и как раз он идет справа налево. В принципе, так есть. Но по кучности, в принципе, меня, скажем так, меня, как за этим всем наблюдающим, меня это все устраивает. И еще плюс ко всему, наверное, надо добавить то, что ты с этого прицела стреляешь, но пока пристреливали. И, соответственно, как бы, ну, скажем, не такой большой у тебя опыт стрельбы именно с этой сеткой. Я что предлагаю? Не первый раз стреляю. Хорошо. А до этого ты кидал только камнями, да? Да. Да. Андрей, давай знаешь, что сделаем? Мы сейчас с тобой перенесем мишень на 50 метров и сделаем с тобой повторяемость кликов и уходит или не уходит СТП на разных кратностях. То есть сейчас ты стрелял на кратности 6 на максималке, а мы сейчас с тобой сделаем на мишень, повесим на 50 метров. Мы с тобой будем делать повторяемость кликов, а потом мы с тобой сделаем уходит СТП или нет на кратности минимальной и, скажем, на крайности максимальной. На кратности, на крайности говорю. Все, переносим мишей на 50 метров. Мы перенесли мишей на 50 метров. Значит, вы сейчас все видите сами. Значит, ориентировочно в верхнем левом углу есть черная точечка. То есть сейчас Андрей будет делать 5 выстрелов подряд на расстоянии 50 метров. Андрей, кратность выбери себе сам любую, какую хочешь. Хочешь там максимальную. Хочешь какую-то. У нас поднялся очень сильный ветер. Вот так вот боковой получается. Но я думаю, на 50 метров какого-то рояля не сыграет. Смысл какой? Мы сейчас делаем выстрел в эту точечку. Потом я делаю, ну, например, давайте возьмем на 50 метров, ну, давайте возьмем 15 кликов, например. Мы делаем, значит, 15 кликов. Мы, значит, уведем пулю вправо. Андрей сделает выстрел. Потом вниз выстрел. Влево выстрел. И вверх выстрел. То есть получится 5 выстрелов. По идее, первый и пятый выстрел, они должны быть где-то рядом. Ну, как бы пуля в пуля, я не знаю, попадут, не попадут. Навряд ли. С учетом нашего возраста, кривых рук и косых глаз. Правильно я думаю, Андрей? Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, давай, делай первый выстрел. В черную точечку. Так, постарайся. Нам же нужно посмотреть повторяемость кликов, поэтому постарайся. Подогнем. Так. Теперь мы пулечку мы уводим вправо, да, я так понимаю? Вправо на 15 кликов условно мы берем. Так, у нас получается вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать вправо. Делай в ту же самую точку, делай выстрел. Подогнем. Куда-то сдвинулись, да? Теперь мы делаем 15 кликов вниз. Поднимаемся и делаем 15 кликов вниз. В ту же точечку Цельсия. Теперь мы двигаем пулю влево на 15 кликов. Поднимаем и поехали влево. Пятнадцать. И смотри, заодно у нас и ноль совпал. Давай в ту же самую точечку Цельсия. Подогнем. Ветер прям такой порывистый, то успокаивается полностью. Так, и теперь нам нужно пулю поднять вверх на 15 кликов. То есть мы делаем вот так и поднимаем вверх на 15 кликов. Я не в ту сторону кручу. Вот, кстати, видишь, как хорошо, что мы с тобой, когда обнулили, привели к нормальному бою, и мы как раз поставили ноль. Вот сейчас вот была ошибочка моя, просто по запарке не в ту сторону начал крутить. Делай один выстрел. Подогнем. Но все равно, вот, китайцы еще не научились так сделать, чтобы совпадала прям вот рисочка вот с этой точечкой. Все равно там небольшое есть расхождение. Стреляю в черную точку, как раз ветер усилился. Ну давай, ладно, на 50 метров как бы. Главное понять смысл. Мне кажется, ты попал пуля в пулю, насколько вот позволяет. Рядом. Рядом. Ну вот, мне кажется, где-то так вот. Ну что, я думаю, сейчас будет интересно сделать вот что. Мы сейчас поменяем мишень, и на эти 50 метров мы сделаем повторяемость кликов, у нас работает, все нормально. Пока сейчас на данном этапе, ну сколько мы уже настреляли? Пачки три мы уже саданули, да? Где-то 60 патронов. То есть, получается, сейчас мы что сделаем? Мы поменяем мишень на 50 метров, и ты сделаешь группу из трех или из четырех, как хочешь? Давай из трех. Давай из трех. Сделаешь тогда группу, в одну мишень ты сделаешь группу на минимальной кратности, а в другой на максимальной кратности. И мы посмотрим, уходит ли СТП в зависимости от того, какая у нас стоит кратность на прицеле. Меняем мишень. Так, мы поменяли мишень, вы сейчас все видите, это стоит две мишеньки. Сейчас, Андрей, твоя задача. У тебя в магазине сейчас шесть патронов, правильно? Правильно. Правильно. Сейчас ты на минимальной кратности, то есть у тебя единичка. Ставишь прицел, и в левую мишень ты делаешь три выстрела. Потом ты делаешь максимальную кратность, и делаешь в правую мишень три выстрела. То есть, с учетом того, что у тебя карабин пристрелян на 100 метров в ноль, то есть там, я думаю, что то, что он немножко нагреется после трех выстрелов, это мелочь. Мы сейчас просто посмотрим, будет она куда-то уходить, не уходить, улетать, разлетаться. А как бы пока прицел как бы устраивает и проходит, как говорится, все круги ада, которые мы ему устраиваем. Давай сейчас, заряжай магазин. И делаешь на минимальную кратность став прицел. Заряжай патрон в патронник. И делай в левую мишень, делаешь три выстрела. Теперь кратность делаешь максимальную. И делаешь в правую мишень три выстрела. Холостой спуск предохранитель. Вот так вот сделали такой небольшой тестик. Андрея мы еще раз поздравляем с новым приобретением с одним и с другим. Андрей, ты доволен прицелом с Айгой в общем комплексом? Доволен. Немножко еще позаниматься. Будет вообще шик. Будет вообще шик. Ну, в общем-то, вот такой у нас получился, скажем так, двухсерийный фильм. Андрей и его новое приобретение. Скажем так, новый Андрей и его новое приобретение. Вот так вот мы замечательно провели вот этот вот весенний денек. Вот этот ветер, конечно, поднялся сумасшедший. На этом мы с вами прощаемся. Не болейте, не кашляйте. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписан. Ставьте там всякие пальцы. Ну и пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok